Субтитры делал DimaTorzok 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 А, вот он уже загрузился. Теперь, вот 7P, когда он вызывается вот таким вот образом из эпитона в браузере, может формулы, которые он выводит, выводить в красивом виде. Ну, так, что индексы там сверху, всякие знаки интеграла и так далее. В общем, в таком виде, в котором их легко понимать. Ну, вот, на самом деле, к сожалению, как всегда бывает, сейчас тут есть некая несовместимость, состоящая в том, что когда вот этот самый Юпитер обновился до четвертой версии, и 7P еще к этому не приспособился, там какие-то внутренние изменения произошли. Поэтому мне сейчас приходится использовать довольно неудобную конструкцию для печати выражений, которая вот здесь написана, useLatech равно PNG. Состоит в том, что вообще вызывается внешняя программа Latech, формула преобразуется в PNG, и браузер ее показывает. Совершенно вот такой вот неудачный способ. Но это единственный, который сейчас, в данный момент, работает. Ну, либо использовать просто азкие символы. То есть из-за этого некоторые вещи будут немножко не совсем красиво выглядеть. Но я надеюсь, что теперь очередь 7P, они приспособятся к этому обновлению Юпитера. Так вот, значит, чтобы работать с выражениями, нужно иметь какие-то символы, которые входят в эти выражения. Поскольку питон, в общем-то, язык общего назначения, он не предназначается специально для задач символьных вычислений, то в нем нет такого свойства, которое обычно встречается в системах символьных вычислений, что, ну, вот когда я пишу, скажем, x, то это может быть символ x, а может быть переменная x. И все просто зависит от того, присвоил я какое-нибудь значение этому x или нет. Пока я не присвоил никакого значения x в таких языках, как математика и ему подобное, x будет просто символом и будет входить во все выражения просто как x, когда я присвоил какое-то значение, вместо x будет подставляться это значение. Потом еще существуют во всех таких языках способы вернуть этот x к прежнему состоянию, уничтожить его значение, чтобы он опять стал символом. В питоне такого дуализма нет, он не был предназначен для этой цели, поэтому символы нужно явно вводить. Вот для этого служит функция символ. Это вот имя символа. Вообще говоря, оно совершенно не обязано совпадать с именем переменной. Это две разные вещи. Вот эта вот строка x – это имя символа. И когда где-то в вычислениях используют этот символ, и потом это выражение печатается, ну, этот символ будет печататься, соответственно, как x. А с другой стороны, этот символ x я присвоил питоновской переменной x. В принципе, я мог бы их назвать по-разному, но это привело бы к жуткой неразберихе, поэтому, в общем-то, это делать совершенно не рекомендуется. Ну, и еще одна вещь, которая, пожалуй, более полезна, чем называть по-разному. Имя символа не обязано состоять ровно из одной буквы. Я мог бы написать x1 или x2 или x, y, z или что-нибудь еще. То есть символы, ну, букв в алфавите мало, их может и не хватить. Поэтому имена символов могут быть более длинные. Ничего не противоречит. Ну, вот теперь у меня в обычной питонской переменной x хранится некий объект класса символ. И поэтому я могу с этой переменной x работать. И, например, я могу взять, написать какое-нибудь выражение x2 без единицы. Я его присвоил переменной a и напечатал. И вот я вижу, что это a есть x2 без единицы. То есть это не число там какое-нибудь целое или с плавающей точкой или еще что-то. Это выражение, символьное выражение. Ну, а вот теперь, допустим, мне надо ввести много символов, чтобы на каждый символ не тратить по отдельной строчке. Кроме функции символ, есть функция symbols, которая возвращает юпу, а ей передается строка имен этих символов, разделенных просто пробелами. То есть он просто эту строку расщепляет по пробелам методом сплит и создает несколько символов, которые и возвращает. То есть теперь вот у меня есть символы x, y и z с именами тоже x, y и z. Но я еще раз говорю, все-таки имена символов и имена переменных в питоне желательно держать одинаковыми, хотя формально это независимая вещь. Просто чтобы во входных строчках и в выводе симпи использовались одинаковые обозначения. Ну и, например, я могу делать разнообразные операции. Вот я могу вместо, вот в этом выражении, вместо x подставить y плюс 1. Ну а вот получилось y плюс 1 квадрат без единицы. Скобки автоматически не раскрываются. Если бы я здесь хотел раскрыть скобки, мне на это надо было бы напустить функцию expand, которая раскрывает скобки. Мы ее сейчас увидим где-то тут в скорости. Ну вот, то есть простейший такой тип выражений – это многочлены и рациональные функции, которые есть отношения многочленов. Как я уже говорил, скобки автоматически не раскрываются. Вот здесь вот есть некая скобка в степени. А вот если я на нее напущу функцию expand, эта скобка раскроется. И вот тут, как я уже говорил, вот этот способ с передачей результатов латеху и обратно через ПНГ, он очень плохой в том смысле, что он не обеспечивает разбиение длинного выражения на строчке. Поэтому здесь я вместо него использовал просто функцию print, которая печатает в аскишном виде, как на терминале таком алфавитно-цифровом, чтобы, по крайней мере, это выражение было видно. При нормальном способе, который вот сейчас временно сломан, получалось бы красивое выражение, но разбитое при этом на строчке. Да. А вот вы знаете, не определили, как символы? Определил. Вот здесь я определил два символа Y и Z. Если бы я не определил, то ругался бы просто питон как таковой, сказал бы, что Z, ну, неймэрор это называется. А, понимаете, как она здесь? Что? А только став. А, да. А. А только став, чтобы вы не прокомментировали. Ну, почему? Я говорил, что это подстановка, субститют. То есть вот А – это выражение, вот оно выражение. А выражение – это объект какого-то класса. У него есть чертовой методов. Один из методов – это субститют. Значит, субститют вместо X подставить Y плюс 1 в этом выражении. Вот выражение было такое. Вот вместо X я подставил Y плюс 1, получил вот такое выражение. Ладно, вот, значит, чтобы раскрыть скобки, надо напустить функцию экспанд. Ну, что еще про полинома может захотеться узнать? Какая у него степень по X? Шестая. То есть самая высокая степень, в которой X встречается, – это X шестой. Вот это прямо вот этот самый первый член. Можно сгруппировать члены этого многочлена по степеням X. То есть вот это X шестой, вот X пятый умножается на вот это, X четвертый на вот это и так далее. То есть если мне надо сразу с первого взгляда узнать, а какой тут коэффициент при X в квадрате, то я сделаю коллект и скажу, ах, а при X в квадрате стоит вот этот многочлен, вот эта вот строчка. Можно обратная к экспанд в каком-то смысле функция, не совсем обратная, не буквально, это фактор, это значит факторизовать многочлен. Это не все знают, это как-то в таких обычных курсах мотоанализа не проходит, но задача разложить многочлен от нескольких переменных с целыми коэффициентами на множители, так что никакой множитель уже дальше не может быть разложен на дальнейшие какие-то множители, опять же, с целыми коэффициентами. Эта задача вполне алгоритмически разрешимая. Существуют алгоритмы разные, там некоторые из них более эффективны, они их и стараются реализовывать в системах компьютерной алгебры. Но это не то, что вот надо сидеть, ломать голову, а как бы эту штуку разложить на произведение каких-то скобок. Это вполне алгоритмическая задача, которую любая система компьютерной алгебры умеет делать. Ну вот, как я уже говорил, скобки автоматически не раскрываются. Точно так же, скажем, автоматически не производится сокращение числителя и знаменателя на их наибольший общий делитель. Вот я тут написал уже рациональное выражение отношения двух многочленов. В данном случае мы просто видим глазами, что и в числителе есть множитель х-у, и в знаменателе есть множитель х-у. Можно бы его сократить. Но для этого вот служит функция cancel, которая ровно это и делает. Она сократила числитель и знаменатель на их наибольший общий делитель. Опять же, ну, то есть это уже какое-то общее свойство, которое полезно иметь в виду. Автоматически почти ничего не делается. Делаются очевидные вещи. Если я в выражении напишу х плюс 1, плюс 2, то автоматически это превратится в х плюс 3. Если я напишу х плюс у минус х, х сократятся. Вот такие вещи, которые, так сказать, безусловно нужны, делаются без отдельной просьбы. А всякие более нетривиальные преобразования выражений, такие как сокращение числителя со знаменателем, или раскрытие скобок, или приведение к общему знаменателю, это надо специально попросить, вызовом соответствующей функции. То есть вот здесь я написал сумму двух рациональных дробей, но она так и осталась суммой двух рациональных выражений. Не привелась к общему знаменателю сама. А вот если вы написали дробь, которая не сокращается, но она останется неизменной. Не изменится, да, конечно. Чтобы привести к общему знаменателю, существует функция together. А дальше можно, например, если очень хочется, например, из вот этого результата извлечь его числитель, напустить на него cancel, а тут на самом деле в числителе еще кое-какие сокращения произойдут. Так x, y, в частности, сократится. То есть автоматически делается очень мало что. Только самое простейшее преобразование. Существует загадочная функция simplify, которая делает внутри себя, никто не знает толком что, ну, если не читать сорсы, которая, в общем, как правило, приводит выражение к некой более простой форме. Но, во-первых, нет гарантии, что она ее таки приведет. Во-вторых, понятие более простой формы – это вещь какая-то качественная, а не количественная. В каких-то случаях одна форма может считаться более простой, в каких-то случаях другая. Поэтому simplify – это вот функция, удобная для такого интерактивного экспериментирования. Но где-то при написании программы лучше использовать более специфические вещи, такие как Together, Expand и так далее, которые делают одну четко поставленную задачу, выполняют. Они пытаются сделать упрощение как бы все на свете. Ну и существует функция Apart в каком-то, опять же, очень отдаленном смысле обратная к функции Together, которая на самом деле разбивает рациональное выражение на элементарные дроби. Ну, помните, вот это наверняка помните из курса амата-анализа, что чтобы проинтегрировать, например, рациональное выражение, очень полезно сначала его разбить на элементарные дроби, которые по-английски называются partial fractions – частичные дроби. Ну вот, вот я разбил на элементарные дроби по отношению к х. То есть все знаменатели имеют вид х плюс или там минус что-то, что от х уже не зависит. В принципе, бывают элементарные дроби, когда х плюс что-то возводится в степень, но никогда в знаменателе не может быть произведения нескольких скобов, содержащих х. В этом смысле они и есть элементарные дроби по отношению к х. Ну ладно. Так что, очевидно, можно как-то посчитать? Можно. Если вы подставите х и у, то, например, вот при помощи subs можно подставить. Давайте подставим что-нибудь. Так, вот что у нас есть? Вот здесь у нас есть какое-то выражение. Значит, сейчас я… Так, что такое у меня а? А у меня вот эта вот вещь еще не преобразована. Ну, не важно. Значит, вот здесь я могу написать А. Сабс. Сабститют. Так, значит, здесь мне надо написать… Теперь две вещи сразу подставить. Х и Y. Поэтому здесь мне нужен словарь. Вместо X я подставлю единичку. Вместо Y я подставлю двойку. И получится минус пять третьих. Теперь, допустим, я это хочу вообще превратить в число с плавающей точкой с какой-нибудь точностью. Для этого служит метод N от слова Numeric. И параметр у него с какой точностью? Например, с 50-ю значащими цифрами. Вот вам результат с 50-ю значащими цифрами. Так, ну вот автоматически же производится некоторое, так сказать, бесспорное упрощение выражений с элементарными функциями. То есть, 7P знает, что синус нечетная функция, косинус четная. Знает значения в точках типа там пи на 4 или там пи на 3 или вот 5 пи на 6 и так далее. Знает, чему равен логарифм единицы и логарифм Е. Е, которое основание натуральных логарифмов, в 7P обозначается как Е большое. Кстати, точно так же и в системе математики. Похоже, оттуда позаимствовали. Причина для этого ну, в общем-то, довольно понятна, потому что Е маленькая, довольно часто люди могут захотеть использовать, просто взять и обозвать какие-нибудь коэффициенты А, Б, Ц, Д, Е. Вот, чтобы не возникла путаница с основанием натуральных логарифмов, эта вещь называется Е большое. То есть, это не число 2.7 и всякие дальнейшие знаки. Это символ, про который 7P кое-что знает. Знает, чему равен его логарифм. Например, логарифм равен единице. Но таким образом автоматически производятся только те упрощения выражений с элементарными функциями, которые справедливы всегда. Вот, например, Е в степени логарифм х упрощается и становится равным ху, а логарифм Е в степени х не упрощается. Почему? Потому что это не всегда правильно эту штуку заменить на х. Попробуйте, например, вместо х подставить 2Пи. Е в степени 2Пи равно 1, а логарифм единице равен 0, а вовсе не 2Пи. Вот вам, пожалуйста, яркий пример, когда вот эту штуку нельзя заменить на х. Такая же история с, скажем, с квадратными корнями. Квадратный корень из 0 это бесспорно 0. Если я квадратный корень возведу в квадрат или в четвертую степень, это бесспорно будет какая-то такая вещь. А вот, скажем, корень из х квадрат или из х в четвертой это вовсе не обязательно х или х квадрат. Потому что, ну, например, давайте сюда вместо х подставим и, мне мою единицу. И в четвертой есть единица, корень из единицы есть единица, а х в квадрате при этом равен минус единице. Вот вам, пожалуйста, нельзя эту штуку заменить на х в квадрате. Да. Вот вы сначала сделали их подсверточку. А это значит, что вот эти все пункты, которые вы используете, D, L, C, и все надо импортировать из семьи именно так? Да, конечно. Конечно. Вот именно потому, что здесь я использую очень много там функций и всяких им подобных вещей из семьи, я просто импортировал их все. На самом деле, не совсем все. Те, которые определены собственно в пакете семьи. У пакета семьи есть, ну, там довольно много всяких подпакетов, и некоторые их символы не переэкспортируются не переэкспортируются с верхнего уровня семьи. Их надо было бы импортировать из семьи точка чего-то отдельно. То есть пока мне этого не надо. Ну вот. Но это иногда бывает неудобно. Вот такие вот вещи, естественно. Если мы знаем заведомо, что х вот здесь положительный, то такой корень можно упростить. Для этого вот этим самым символом можно задавать свойства. Свойств не так уж много, но некоторые свойства семьи понимают. Например, вот здесь я п и q определил как символы, которые положительные. Я им написал позитив равно true. И теперь корень из p в квадрате, например, будет упрощаться до p. А вот более хитрый какой-то корень. Вот здесь вот я написал переменные x и y, про которые ничего особо не известно, что они положительные, даже что они вообще действительные, ничего этого не предполагается. Поэтому кое-что симпи упростил автоматически. Например, корень из 12 заменил на 2 корня из 3. А все остальное оставил как есть. Но если я вместо x вот здесь напишу p, про который симпи знает, что он положительный, то p тоже вынесется наружу из-под корня, будет вот здесь стоять просто p, а здесь останется корень соответственно просто из y. Точно так же и другое свойство – это интеджер. Если я символ n при его описании задам ему свойство, что он целый, то, например, я в степени 2π упростится до единицы. Точно так же, как и в степени 4π, в общем, любое четное число. Теперь, когда p и q известно про них, что они положительные, то можно, ну так, работают, правильно работают некоторые преобразования логарифмов. Например, можно скомбинировать несколько логарифмов в один логарифм, а можно наоборот разобрать этот логарифм pq квадрат на логарифм p и логарифм q. Если бы про p и q не было известно, что они положительные, то вот это второе преобразование было бы неправильно, и симпи его бы не применял. То есть, если бы я здесь написал логарифм x на y, где x и y неизвестно, какие, то expand-log не расщепил бы это на логарифм x плюс логарифм y, потому что это не всегда верно. А вдруг x и y оба равны минус единицы, например. Вот, пожалуйста, это отождествование не работает. С тригонометрическими функциями есть тоже довольно загадочная функция trig-симп, которая, ну, какой-то специализированный вариант функции simplify, которая старается по возможности упростить выражения, содержащие тригонометрические функции. Что именно она делает? Это есть тайна, покрытая мраком. Обычно она действительно возвращает что-то попроще, но для какого-то предсказуемого преобразования тригонометрических выражений ее лучше не использовать, потому что она делает, ну, что-то непонятно что на свое усмотрение. Вот, например, экспенд trig – это четко определенная функция, которая преобразует тригонометрические функции сумм, разности и кратных углов в тригонометрические функции отдельных этих аргументов, которые тут стоят. К сожалению, как-то встроенной функции, которая бы делала обратно, а преобразования нет. Это надо делать довольно неудобным образом, через подстановки, которые надо самому писать. Вот, скажем, в системе математика есть, сейчас я не вспомню, как называется, но есть обратная функция, которая любое произведение степени синусов и косинусов превращает в синусы и косинусы сумм и кратных углов. И это очень полезное преобразование. Но вот тут такой встроенной функции нет. Есть несколько функций для преобразования или упрощения, можно сказать, но какая сторона, левая или правая, проще, это вопрос спорный, для степеней. То есть можно, вот, PowerSimp, например, она, если есть одна и та же величина в каких-то разных степенях, и мы эти множители перемножаем, собирает их вместе, так что получается показатель степени в виде суммы, так? А если есть наоборот несколько разных вещей, но возведенных в одинаковую степень, это превращает в их произведение в этой степени. Обратные к ней операции, их две, они применяют либо это, либо это, тоже действительно, но только в обратную сторону. Expand Power применяется к случаю, когда показатель степени есть сумма, ну или разность, экспонент Power Base применяется к случаю, когда мы вот здесь в основании этой экспонента имеем произведение. Есть еще такая вещь, как Power Denest, то есть я написал p в степени x, и все это вместе взятое в степени n, Power Denest превратит это в p в степени nx. Ну и наконец, вот мы тут говорили про элементарные функции, про которые 7p знает исходно, а это тригонометрические функции, экспоненты, логарифм, на самом деле изрядное количество специальных функций тоже известно 7p, но мы их тут не смотрели. Но можно вводить свои функции, которые, просто какая-то неизвестная функция f, например. Для этого ее надо описать, так же как символ, только надо написать function. И вот после этого описания f может работать функцией, причем с любым числом аргументов. Число аргументов здесь нигде явно не фиксируется. То есть могу f использовать и с одним аргументом, и с двумя, с тремя, со скольки угодно. С нулем аргументов не могу, кстати, почему-то, что странно. Ну вот, то есть можно работать с какой-то неизвестной функцией f функцией пользователя. Теперь что может захотеться сделать? Ну, уравнения всякие решать. Кое-какие уравнения симпи умеет решать. Ну, тут я привел несколько только совершенно простейших примеров. В общем, всегда трудно заранее предсказать, какие уравнения функция sol сумеет решить, какие нет. Вот здесь я bcdef просто обозвал символами, у которых нет никаких, ничего про них неизвестно. просто символы, да и все. Значит, solv, первый аргумент solv, это вообще-то говоря, уравнение, но можно написать просто выражение, при этом предполагается, что я хочу решить уравнение, когда это выражение равно нулю. Тут на самом деле есть некая вещь, про которую надо просто не забыть. Состоит она в том, ну давайте я напишу этот пример еще раз с уравнением. Значит, уравнение пишется так. Уравнение это eq от чего-то. Вот, в данном случае a на x, допустим, я хочу, чтобы оно уравнялось b. Такое я хочу уравнение решить относительно x. Я получу решение b на a. А, почему в этих скобочках? Потому что solve возвращает список, питонский обычный список решений. Уравнение может быть больше одного решения. В данном случае это список из одного элемента. Может возвращать список из нуля элементов, в пустой список. Уравнение может не иметь решений. Так, почему eq, почему нельзя написать a на x равно равно b? Потому что равно-равно это оператор чистого языка питон. а на x равно-равно b просто немедленно возвратит false. И все. Это свойство питона как такового. Поэтому, чтобы написать уравнение, приходится изобрести вот эту специальную функцию eq, которая имеет два аргумента, которая есть некое уравнение, с которым мы хотим что-то делать, решить, например. Можно решить квадратное уравнение и solve возвратит список из двух решений этого уравнения. Если есть система уравнений, решить надо относительно нескольких неизвестных, пожалуйста, надо написать список. Надо написать список уравнений, но в данном случае я написал выражения, имеется в виду, что они равны нулю, а здесь список переменных, относительно которых я хочу это решить. неизвестный. Когда решение есть, ну вот, когда мы вызываем solve с несколькими неизвестными, возвращается словарь, который каждый этой неизвестной сопоставляет соответствующее значение. Вот такое вот. Немножко другая, хотя похожая вещь, это РУЦ. РУЦ работает только для многочленов, ищет корни многочлена, но зато возвращает их вместе с кратностями. То есть, вот этот многочлен имеет четыре корня, два действительных, два мнимых, и у всех у них кратности равны единице. Если бы я написал тут, скажем, написал бы я тут все вот это в квадрате, то кратности всех этих корней уже равны двум. Вот некий многочлен пятой степени, у которого корни тем не менее находятся в радикалах. Как все слышали в детском саду, не все уравнения пятой степени разрешимы в радикалах, но некоторые разрешимы. Вот это как оказалось разрешимы. То есть, тут есть чего-то в степени одна треть и так далее. Ну, в общем, вот есть сколько тут, сколько-то два, по-моему, действительных корня, которые действительно выражаются в радикалах. Да. А вот если я написал, что это равно не выру, а А, Б, вот РУЦ, то есть смог бы работать или он только с числами работать? Я думаю, что РУЦ не смог бы работать. РУЦ действительно ищет корни многочленов, в котором вот есть одна переменная, а все остальное только числа. Потому что в зависимости от положения вашего параметра, если там есть параметр, какие-то два корня могут слипнуться и стать, скажем, одним корнем кратности два и так далее. Когда можно лучше использовать Solve? Да. Solve будет решать… Да-да-да, совершенно верно. Если сможет, то Solve получит аналитические решения, которые зависят от всех параметров, которые не числа. Ну вот, теперь, значит, перейдем к мотоанализу, от алгебры к мотоанализу. И на самом деле я прямо начал тут с рядов, потому что в каком-то смысле чаще всего символьные вычисления нужны, когда приходится работать с довольно длинными отрезками рядов. Тогда это делать ручкой на бумаге становится исключительно неудобно. что-нибудь разложить в ряд можно, напустив на выражение метод сервис. Метод сервис мы говорим разложить в ряд по х в точке 0 до пятой степени. То есть вот здесь есть плюс о от х в пятой, потому что я здесь написал 5. На самом деле 0 можно и не писать, потому что по умолчанию разлагается по х в нуле, но тогда мне этот аргумент надо написать в ключевом виде, в виде n равно 5. Да. Вот это что, катангенс? Да, это катангенс. Это стандартное, ну вот, англоязычное название. То есть тангенс называется тан, катангенс называется кот, аргсинус называется осин. Вот аргсин только в русских книжках пишут, нигде больше в мире так не пишут. И катаг тоже нигде больше не пишут, кроме как в нашей стране. Поэтому это международное название. А да, но что здесь забавно, ну не забавно, ну скажем так, ожидаемо, что вот катангенс в нуле имеет полюс, так ведь? то есть разложение начинается с единицы на х. Но это ничего страшного, то есть сервис не разлагает вот только в ряд Тейлора и все, а разлагает в, ну, в подходящий, скажем так, ряд, в данном случае в ряд Лорана, так? А вот в случае, когда я задал какую-то функцию, которая при малых аксах ведет себя как корень из х, вообще возвращает разложение по, ну, таким полуцелым степеням х. То есть это, я бы сказал, очень правильно и очень удобно сделано в том смысле, что ну, ряд получается ну, такой, какой следует из характера этой функции. Либо это ряд, который может содержать какие-то отрицательные степени, либо это ряд там по полуцелым степеням х, либо треть целым степеням или еще по каким-нибудь. В общем, это разложение в степенной ряд, но не обязательно так узко ограниченный вот рядом Тейлора, который, ну, катангенс в ряд Тейлора не разлагается, поскольку имеет полюс. Так? Ну, вот гамма-функция. Гамма-функция от единицы плюс х при малых х разлагается в что-то, что, кстати, содержит гамма, которая есть в константе Эйлера. Так. Ну вот. На самом деле здесь я вызывал это разложение в ряд как метод точка серис. То же самое можно описать как функцию серис. Довольно многие вещи, хотя и не все, можно вызывать двояко, либо как метод, либо как функцию. Но не всегда. Вот это, я бы сказал, трудно угадать, когда это сработает, когда нет. Вот, СУПС, которая подстановка, это строго метод. Функции СУПС нет. А вот серис – это и метод, и функция верхнего уровня. Вот я хочу показать теперь несколько операций с рядами. Для этого я разложу синус, козинус и тангенс в ряд вплоть до у от ИКС восьмой и присвоен каким-то переменным. Теперь вот эти син икс кос и тан икс это переменные, которые содержат вот эти вот ряды. Теперь, допустим, я хочу два ряда перемножить. Ну, или сложить, можно примерно так же. Я хочу ряд для тангенса умножить на ряд для косинуса. Должен получится ряд для синуса. Это мы понимаем, что если я тангенс на косинус умножу, получится на синус. Но просто так автоматически произведение двух объектов типа ряд в ряд не превратится. Вот здесь, скажем, математика работает удобнее. Чтобы произведение двух рядов или любой другой операции, результат деления двух рядов, сложения, чего угодно, превратить в ряд, нужно опять на него напустить функцию series и сказать, до какого порядка разлагать. В данном случае я умножаю два вот этих ряда и получаю то же самое, что было вот здесь. То есть, что было вот здесь, то есть ряд для синуса. В данном случае я не разлагал синус в ряд, я просто два уже готовых ряда перемножил, но получил вот такой ряд. Такая же история будет, если я поделю ряд для синуса на ряд для косинуса, я получу ряд, который должен совпасть с рядом для тангенса. И действительно мы видим, что вот этот ряд и этот ряд совпадают. А вот теперь я хочу квадрат ряда для синуса и квадрат ряда для косинуса сложить. Поскольку это отрезки степенных рядов, они у нас с точностью до от x8, известны, то никто нам не гарантирует, что вот этот ряд равен строго единице и всю. Поскольку мы не имеем достаточной информации, мы имеем какие-то конечные отрезки ряда для синуса и ряда для косинуса. Но тем не менее, вот с точностью до от x8, эта сумма квадратов синуса и косинуса действительно равна единице, что мы благополучно проверили. Вот если я буду делать какие-нибудь операции над рядами, когда несколько первых членов сократятся, то я смогу получить ответ только с меньшей точностью. Вот я косинус знал до от x8, а единица минус косинус, деленный на x2, я могу посчитать только до от x6. Ряда можно также по члену дифференцировать, интегрировать. Вот если я ряд для синуса продифференцирую, я получу ряд для косинуса. А если ряд для косинуса проинтегрирую, я получу ряд для синуса. Что, опять же, весьма-таки неудивительно. Ну и вот еще такой пример, когда я вместо переменной подставляю ряд. То есть я хочу получить разложение для такой дурацкой функции. Синус тангенса x. Ряд для синуса я уже знаю. И вот ряд для синуса – это вот этот син x. И в него вместо x я подставляю ряд тангенса. Ну и чтобы получилось что-то приличное, я на все это должен напустить функцию сериес. И получается, что ряд для синуса от тангенса – это вот такой вот ряд с точностью до u от x в восьмой. Точно так же вот это ряд для тангенса от синуса, который довольно похож. Отличие начинается в седьмом порядке по x. Поэтому, если я их вычту, я получу некий ряд, который начинается аж с x в седьмой. Все предыдущие степени x в первой и третьей и пятой все сократились. Ну и, наконец, допустим, я долго работал с какими-то рядами. Потом я хочу просто этот результат использовать как обычный многочлен. Например, в ряд нельзя вместо x подставить численное значение. Ряд – это ряд. В нем есть вот этот o от x в какой-то степени всегда. Поэтому подставить x равно 0,1 я не могу. Не могу график построить. Много чего не могу сделать с рядом. Но если я хочу вот этот отрезок ряда, который у меня есть, превратить в обычное выражение, которое уже не ряд, с которым я могу строить график или подставлять численное значение, надо на него напустить метод remove o, который удаляет вот этот самый o большой отчлен и превращает ряд в просто многочлен. И вот сюда я уже могу подставить x, равное 0,1, и посмотреть, а сколько же это будет числено, например. Теперь производное. Ну вот, например, какое-то выражение x на синус x плюс y. Вот я его продифференцировал по x. А тут я его продифференцировал по y. А вот тут я взял вторую производную по x и первую по y. То есть это как бы в таких учебниковых обозначениях писалось, как d куб а делить на d квадрат x dy. То есть дифф – функция такая очень гибкая. Она после первого аргумента, который есть в выражении, которое надо дифференцировать, воспринимает произвольное число аргументов. Причем эти аргументы могут быть переменными, а после переменной может еще следовать целое число, сколько раз по ней дифференцировать. А может и не следовать. То есть функция дифф делает какой-то довольно замысловатый анализ тех аргументов, которые ей передали. Что будет, если я захочу продифференцировать неизвестную функцию? Вот я f определял как какую-то никому неведомую функцию, а теперь я написал выражение x на f от x в квадрат и дифференцирую его по x. Очень правильный ответ выдает 7p. 7p выдает вот такой вот ответ, который говорит, что надо взять f от какой-то произвольной переменной xe1, продифференцировать по xe1, и потом вместо xe1 подставить x в квадрате. Ну вот. Производные, как известно, считаются абсолютно систематически, то есть это нет ничего удивительного в том, что вычисления производных можно полностью автоматизировать. С интегралами ситуация несколько сложнее. В университетских курсах мотоанализа ничего не говорят про алгоритмические способы вычисления неопределенных интегралов. А такие способы есть. Существует алгоритм Риша, иногда его называют алгоритм Риша-Нормана, который, вообще говоря, определяет, интегрируема ли данная функция в элементарных функциях. Если интегрируема, то выдает соответствующий ответ. Тут есть несколько ограничений. Во-первых, речь идет именно строго про элементарные функции. То есть алгоритм Риша позволяет определить, действительно, это, что называется, decision procedure, однозначно определить, интегрируется ли данное выражение в терминах рациональных функций экспонента и логарифма. И всю. В том смысле, что всякие синусы и косинусы выражаются через экспоненты с мнимыми показателями, всякие арксинусы выражаются через логарифмы. А, ну да, еще корни. Корни квадратные, а кубические тоже относятся к элементарным функциям. Ну вот. И во-вторых, на самом деле, все-таки название алгоритм Риша, оно чуть-чуть обманывает. В этом алгоритме Риша есть некие подзадачи, которые на самом деле, строго говоря, не алгоритмизуемы. Но система компьютерной алгебры, как правило, вполне неплохо догадываются до решения этих подзадач. Поэтому иногда в очень редких ситуациях может оказаться, что нечто интегрируется в элементарных функциях, а система компьютерной алгебры этот ответ найти не смогла. На самом деле наиболее честно в данном случае поступает система Аксиом, которая либо возвращает ответ в виде невычисленного интеграла. Это означает, что она доказала теорему, что этот интеграл не может быть вычислен в элементарных функциях. Либо выдаёт сообщение об ошибке, что мы попали в неимплементированную ветвь алгоритма, поэтому мы не знаем, интегрируется это в элементарных функциях или нет. Но кроме системы Аксиом, так никто больше не делает. Но кроме того, на самом деле алгоритм Риша отнюдь не решает всех задач, в том смысле, что иногда, если нечто неинтегрируемое в элементарных функциях, хочется проинтегрировать в терминах каких-нибудь беселей, или делогарифмов, или функции РФ, функции ошибок, или ещё каких-нибудь спецфункций. Но вот большинство систем, включая СМП, в общем-то довольно неплохо реализуют алгоритм Риша и до некоторой степени реализуют интегрирование в терминах специальных функций, хотя далеко не всегда. Можно считать определённые интегралы. Ну вот здесь я взял интеграл по х от нуля до π, а вот здесь я взял интеграл по х от нуля до бесконечности. Бесконечность в СМП обозначается очень смешным образом. Это объект, который называется ОО. Вот такие вот две маленькие буквки О обозначают объект, представляющий бесконечность в СМП. Ну, похоже на знак бесконечности, поэтому так и обозвали. Ну вот, похоже, в каком-то смысле задача на интегрирование от нуля до бесконечности, это, скажем, суммирование от нуля до бесконечности. Суммирование от нуля до бесконечности делается немножко забавно. Существует функция СМП с большой буквы, которая представляет собой просто формальную сумму. А, ну давайте я действительно её продемонстрирую. Если я вот эту штуку отсюда сотру, то я получу просто формальную сумму от единицы до бесконечности единицы на n квадрат. Но сумму можно также и вычислить. Не всегда это возможно, но в тех случаях, когда действительно возможно, то это делается методом ДУИТ. В данном случае эта сумма равна π квадрат на 6. Так, далеко не все, конечно, ряды можно просуммировать в аналитическом виде. Некоторые можно. Не обязательно это ряды чисточисленные. Вот здесь я написал ряд, известный ряд для экспонента. Я написал прямо, ну вот, n на и член ряда и просуммировал π на ту ля до бесконечности. Получил экспоненту, что нетрудно было ожидать. Можно пределы вычислять. В некоторых случаях вычисление предела – вещь, в общем-то, в принципе, простая, потому что сводится к, ну там, правилу Лопиталя, который, как известно, придумал не Лопиталь. Я забыл, кто его придумал. Там история смешная. Лопиталь был студентом, который ходил на лекции какого-то великого математика по мотоанализу, который вообще первым фактически читал такой курс, и их записывал тщательно. Потом, сколько-то лет спустя, он эту запись лекции издал в виде книжки курсом от анализа. Но он там честно написал, что это правило принадлежит вот тому-то. Я забыл сейчас, кому именно оно принадлежит. То есть там он не претендовал на приоритет. Но поскольку это впервые было опубликовано в книжке, автор которой Лопиталь, с тех пор все говорят про Илла Лопиталя. Это известная вещь. Но вот здесь достаточно разложить фактически в ряд числитель и знаменатель. Мы в такой ряд уже считали, видели, что он начинается с х7. Тут все предыдущие сократились. Ну и поэтому предел при х к нулю вот равен 1,3. То есть такие задачки решаются разложением в ряд. Но задачки, в которых есть функция, имеющая существенно особую точку, так сделать нельзя. Потому что вот здесь я нарочно к знаменателю прибавил какую-то экспоненту, которая как раз имеет существенно особую точку в нуле. Но если я х стремлю к нулю с положительной стороны, то что называется 0 плюс в терминах учебников, то эта экспонента заведомо пренебрежима по сравнению с этим х7. Ее можно выкинуть, я получаю тот же самый предел. А если я устремляю х к нулю, скажем, с отрицательной стороны, то эта экспонента, наоборот, заведомо велика. Она стремится к бесконечности очень быстро, быстрее любой степени. Поэтому этот х7 можно спокойно забыть. И получается предел, равный нулю. Как раз в ТМП реализован некий алгоритм Грюнца, который хорошо умеет считать пределы, в том числе в тех случаях, когда у каких-то функций вот в той точке, куда мы стримимим х, имеется существенно особая точка. То есть разложение вряд ли не поможет. Ага. А вот для проинтегрирования. Вот когда не интегрируется в элементарных функциях, что вы даёте? Невычисленный интеграл. Давайте сейчас какой-нибудь пример сделаем. Так. Вот я хочу проинтегрировать х в степени х по х. Это интеграл, который заведомо не берётся в элементарных функциях. Вот что выдаётся. Так. Хорошо. Обыкновенное дифференциальное уравнение и система дифференциальных уравнений. Ну вот, допустим, я буду аргумент обзывать Т. Х теперь у меня будет функцией. П будет ещё одной функцией. Ну, чтобы систему дифференциальных уравнений написать вот здесь в третьем примере. Так что это будет координата и импульс, так? Ну вот. Вот, значит, если у меня координата как функция времени удовлетворяет уравнению, что производная от х от Т по Т плюс х от Т равно нулю, то решение, ну вот, известно. Константа на е в степени минус Т. Симпи сам вводит нужное количество констант, обзывает их С1, С2 и так далее. Сколько надо. Если я напишу здесь уравнение второго порядка, уравнение гармонического осциллятора, ну, я получу общее решение с двумя константами, синусом и косинусом. Теперь я получу фактически то же самое, если я напишу уравнение гармонического осциллятора в виде системы двух уравнений первого порядка. Такая, что х с точкой равно П, а П с точкой равно минус х. Ну, я получу, опять же, некое решение с двумя произвольными константами как для координаты, так и для импульса. А дальше. Матрицы. Симпи содержат весьма много всяческих функций из линейной алгебры, из символьной линейной алгебры, не из численной. Из численной – это надо что-нибудь другое использовать. Например, нумпи очень хорошо работает с матрицами из чисел. А когда это матрица из выражений, то надо уже обращаться к симпи. Вот я написал матрицу с двумя строками из трех элементов в каждой. Вот у нее есть атрибут shape, который есть 2,3, то есть две строки по три элемента. Матрица 2 на 3. Если я напишу вот так, тут список, в котором единственный элемент, который есть опять же список, то это очевидно, что это просто матрица из одной строки. Матрицу из одного столбца, по идее, надо было бы писать довольно неудобным образом. Надо было бы писать список одноэлементных списков. Ну а поскольку матрикс, вообще-то, по идее, ожидает список списков, то тут специально нарушено сделали особый случай. Если я передал список не списков, а список просто каких-то выражений, то считается, что это матрица-столбец. Ну, в общем-то, удобно, чтобы не писать, или не писать эту матрицу, потом ее транспонировать. Так, теперь еще матрикс – это init-метод класса матрикс, конечно, как всегда, конструктор. Он может вызываться по-разному. Может он вызываться, например, и так, не от каких-то списков-списков, а может вызываться от размера матрицы, скажем, 3 на 3, и какой-то функции. Функции, которая вычисляет и житый элемент этой матрицы. Ну, в данном случае я задал какую-то функцию и получил некую матрицу рациональных чисел. А, кстати, вот тут опять приходится, пожалуй, что приходится некое предупреждение сделать, состоящее в том, что языком общения пользователя с СМП является обычный питон, который не был изначально так уж хорошо приспособлен для символьных вычислений. И поэтому, если я просто напишу что-нибудь типа 3 четверти, это будет обычное питонское деление, которое даст флотинг-поинт число 0.75. А если я напишу, ну, хотя бы, например, что-нибудь типа 3 умножить на х делить на 4, а, х – это была функция, кто у меня был здесь, не функция а, что ли? Давайте а. Вот. То я получу 3а делить на 4. Вот. Поэтому, если я хочу получить рациональное число, которое СМП признает рациональным числом, то я должен вызвать явно функцию rational. Давайте я ее вызову. здесь вот я вызову rational. Вот. 3 и 4. Так. А, скобку надо закрыть. Все. Вот. Вот. То есть, 3 делить на 4 – это питонское деление, которое дает double precision число. Rational – это 3,4 – это рациональное число 3,4. Но в каких-то случаях… А, кстати, если бы я еще здесь написал еще один вариант, давайте я его тоже напишу. Если я напишу 3 делить на 4 умножить на х, я подозреваю, что… А, ты, господи, я в предыдущем примере х переопределил, умножить на А, я получу не то, что мне бы хотелось, я получу 0,75А, число с плавающей точкой умножить на А. Вот. Поэтому, если требуется, ну, вот, рациональное число просто как таковое, то приходится вызывать функцию rational. Ничего не поделаешь. Так. Ну, а-то я что объяснял? Я объяснял, что такое матрикс от, ну, там, n, m и какой-нибудь функции. Вместо этой функции, которая явно определена, как div, я могу использовать, ну, вот, такую формальную функцию. Ж присвоить function от строки g и получу вот такую симпатичную матрицу, в которой здесь стоят просто формальные функции g от соответствующих аргументов от 0, 0, 0, 1 и так далее. Очень удобно, кстати говоря, работать именно вот с такими матрицами, когда после, там, каких-то операций, умножения, обращения, там, еще чего-нибудь, хочется увидеть явное выражение через элементы исходной матрицы. Тогда эту исходную матрицу надо вот так вот сделать. Но существует еще ряд способов сконструировать матрицу. i, как обычно, это единичная матрица. зирус – это матрица сплошных нулей, зирус от 2, 3 – это матрица 2 на 3 сплошных нулей. Это в каком-то смысле похоже на то, что мы видели в нумпи. Там тоже есть зирус и так далее. Но это не то же самое. Вот эта матрица из сплошных нулей это не есть матрица из, скажем, плавающих чисел 0.0 или даже матрица из питонских целых чисел. Нет, это матрица из объектов класса интеджер в данном случае из 7п. Это вот не одно и то же. То есть иногда это бывает важно. То есть вот эти все функции, которые я проимпортировал из 7п, они возвращают 7п-шные объекты. Диаг возвращает диагональную матрицу, у которой по диагонали стоит то, что я написал, произвольное число аргументов. Ну, а вне сплошные нули. Теперь А, ну ладно. Сейчас я, пожалуй... Ну ладно. А вот где-то у меня тут была матрица М такая. Вот она, матрица М. Вот такая матрица М. Теперь я над ней начну издеваться. По-всякому. Вот если я возьму элемент от 1, 2, то есть строка номер 1, столбец номер 2, заметьте, что, как всегда, в питоне строки и столбцы с нуля нумеруются, то я получу соответствующий матричный элемент. Я могу его изменить. Матрица – это мьютабл объект. Поэтому если его изменил, то матрица М ну вот стала вот такой. Вместо G от 1, 2 здесь теперь стоит нулик. Я могу взять строку из этой матрицы, строку номер 2, вот эту. То есть первый индекс 2, а второй индекс от начала до конца, то есть произвольный. Получается строка. Могу взять столбец из этой матрицы, столбец номер 1, вот этот столбец. Могу взять какую-нибудь подматрицу, какую-нибудь подматрицу, причем здесь обозначения принятые в питоне. То есть когда я пишу от нуля до 2, то это не включая 2. Это означает, что номера строк у меня будут 0 и 1, а номера столбцов будут 1 и 2. То есть это вот эта подматрица, вот эта подматрица, которая в правом верхнем углу. Вот соответствующая подматрица. Ну вот есть row-дел и call-дел, которые удаляют строку и удаляют столбец в нашей матрице. Ну и есть операции объединения нескольких матриц в одну. Вот, например, row-join, это я задал, скажем, единичную матрицу 2 на 2, задал матрицу 2 на 3 из сплошных нулей и объединил их вот так, по строкам, по горизонтали. Есть call-join, который объединяет наоборот по вертикали. Вот единичную матрицу и матрицу нулей, ну, соответствующие формы, можно объединить вместе. Ну и, наконец, диаг. Диаг на самом деле умнее. Диаг позволяет использовать не только числа, но и подматрицы. И он их так размещает правильно, по диагонали. Вот тут я задал некую матрицу, которая содержит жорданов блок 2 на 2 вот здесь посередке. Вот я этот жорданов блок написал явно и вставил его. Вот здесь простая единичка, вот здесь вот этот блок, а вот здесь еще простая двоечка. Ну, вот если я задал какие-то две матрицы, то я могу их складывать, могу их умножать. Причем в 7П, например, умножение матриц обозначается обычной звездочкой, не каким-нибудь там специальным знаком. И 7П знает, что перемножение матриц не коммутативно, не будет их зазря переставлять. То есть, например, А на Б минус Б на А это вовсе даже не ноль, а вот такая вот матрица. А в минус первую это обратная матрица. Но исходно она бы напечаталась в каком-то довольно дурацком виде, поэтому я на нее напустил simplify, после чего она стала выглядеть симпатичнее. Детерминант можно от матрицы посчитать довольно неудивительным образом. Ну и вот еще, скажем, пример, два таких примера у меня на какие-то достаточно нетривиальные задачи, связанные с диагонализацией, собственными значениями и так далее. Вот есть матрица, причем матрица выражений. Матрица многочленов, зависящих от х. Вот такая вот она. Довольно сложно выглядящая матрица. Посчитаем ее детерминант, получим ноль. Поэтому мы знаем, что в этой матрице есть нулевое подпространство. Сколько оно мерное, мы так заранее не знаем. На самом деле оно в данном случае одномерное. То есть null space возвращает список векторов, образующих базис нулевого подпространства. В данном случае, опять же, уже заранее знаю, что у этого V есть только один элемент, именно нулевой, напустил на него simplify, получил вот такой вектор. Что означает, что если я эту матрицу умножу на этот вектор, я получу нулевой вектор. Ну, поскольку детерминант равен нулю, ну, все со всем согласуется. Значит, если я посчитаю собственные значения этой матрицы, я получу вот такие три собственных значения, все с кратностью единиц, кстати, одно из них равно нулю. Обычно бывают нужны не только собственные значения, но и собственные векторы. Айгенвект возвращает довольно хитрую некую структуру. Опять же, там элементы неупрощенные, вот тут их нарочно упростил, просто чтобы на них было приятнее любоваться. Возвращает список тюблов. В каждом тюбле сидит собственное значение, его кратность и список собственных векторов. Если бы кратность у кого-то была, скажем, двойка, было бы два собственных вектора здесь. Но в данном случае они все по одному. И я могу действительно проверить, я могу проверить, что если я вот эту матрицу умножу на, ну вот для этих трех штук, для трех собственных значений с соответствующими собственными векторами, если я эту матрицу умножу на соответствующий собственный вектор, из этого вычту собственное значение, умноженное на собственный вектор, я получу чисто нулевой вектор. Но чтобы этот ноль увидеть, надо на него simplify напустить, иначе его будет невидно. в данном в данном в данном случае получил все три действительно нуля, это в чистом виде проверка. Ну и вот другой пример матрицы, в которой они диагонализуются. Это, опять же, учили по линейной алгебре на первом курсе. Ее можно привести к жордановой нормальной форме. В данном случае это матрица рациональных чисел. вот такая вот. Я могу ее действительно взять и привести к жордановой форме. Вот этот метод жорданформ возвращает пару типов из двух элементов. Возвращает собственно жордановую форму J, вот я ее здесь распечатал, вот она какая, и возвращает матрицу преобразования P, которая приводит мою исходную матрицу к этой нормальной форме. Ну вот, во-первых, давайте полюбуемся на жордановую форму. Видно, что в ней есть жорданов блок 2 на 2, вот этот вот. Он не диагонализовался. А все остальные диагонализовались, то есть есть собственное значение единица, один минус и, один плюс и. А соответствующая матрица преобразования, вот она какая-то вот такая, довольно противного вида матрица из рациональных чисел и мема единицы. И давайте проверим, если вот эту жордановую форму умножить слева на P, справа на P-1, то получится исходная матрица М. Я ее вычел и получил сплошные нули. Ну ладно, это значит было кое-что про линейную алкебру. Ну, ладно, в каком-то смысле можно скажу еще пять минут. Еще пять минут, значит, как же на самом деле выражения представляются внутри. Ну, это не совсем внутреннее представление выражений, но тем не менее нечто близкое. Вот как мы видели в всех уважающих себя классах в Питоне существует метод REPR, который возвращает строку, ну, которая, в общем-то, близка к внутреннему представлению объекта этого класса. В СИМПИ есть метод SREPR, который возвращает строку, но вот показывающую нечто типа внутреннего представления, выражения X плюс один. Это AND, который имеет два аргумента. Первый из них есть символ X, второй есть целое число один. Для выражения X минус один это, опять же, метод AND. Метода вычитания нет, это AND, но только число здесь стоит минус один. Точно так же, скажем, если я хочу X минус Y, это, на самом деле сумма двух членов символа X и произведения целого числа минус один и символа Y. Ну и вот, например, если я задал вот такое выражение, то это на самом деле произведение, в чистом виде произведение. Все численные коэффициенты всегда выносятся в начало, поэтому первым аргументом в данном случае является рациональное число две трети, а двумя другими являются символ X и символ Y. Скажем, X деленное на Y это опять-таки произведение, произведение символа X на степень. Степень какую? Основание степени есть символ Y, а показатель степени есть целое число минус 1. Я могу на самом деле буквально вот так все это и писать. Если я напишу буквально mu от X и pal от Y и минус 1, я получу то же самое X деленное на Y. Если я введу свою неизвестную функцию, то F от X Y есть на самом деле функция F от двух аргументов, символ X и символ Y. Если я хочу это программно разобрать по косточкам, вот я взял некое выражение A. У этого A есть атрибут функ, который возвращает функцию, которая тут стоит, то, что стоит здесь перед скобкой. В данном случае это есть функция mu, multiply. И есть еще аргумент атрибут args. Атрибут args это тюпл аргументов этой функции, которую мы вычленили. Дальше можно их просто индексировать. Например, аргумент номер 0 есть число 2. Можно их все напечатать в цикле. То есть я могу таким образом разбирать выражения на составные части. Ну, вот, как я уже говорил, выражение A какое? Давайте еще раз его вспомним. Где у нас было выражение A? А, вот оно. 2 x y квадрат. Вот, если я вместо y подставлю двойку, я получу 8x. Если я вместо x подставлю p, а вместо y подставлю двойку, я получу 8p. Когда надо делать несколько подстановок одновременно, есть два способа. Можно написать либо список тюплов из двух элементов, либо словарь. Ну, словарь как-то немножко нагляднее. Метод n от желаемого числа знаков. Это я уже говорил. Вот здесь совершенно дурацкое число p плюс e с 50-ю значащими цифрами. Вот я его здесь написал. САПС может и функции подставлять. Не только символы, вместо символов подставлять что-то, но и вместо прямо, ну вот, например, вот у меня теперь есть выражение f от x плюс f от y. Вместо f от y я хочу подставить единицу. Вот, пожалуйста. Вот, если я делаю несколько подстановок одновременно, то они делаются, ну, тут можно долго объяснять, как. То есть, сначала у меня вместо x подставился y, получилось выражение 5y, а потом я вместо y подставил x, получил выражение 5x. Это не то, что хотелось бы. Хотелось бы, казалось бы, обменять местами x и y. Но ничего подобного, сколько они применяются вот так вот последовательно, то я получаю 5x, а если я их напишу в обратном порядке, я получу наоборот 5y. Но зато у метода САПС есть ключевой параметр simultaneous, если ему задать true, то есть одновременно применять все подстановки, которые здесь в этом списке заданы, то я действительно в своем выражении 2x плюс 3y просто обменял местами x и y. можно просто функцию f заменить на какую-то другую функцию g. Все f заменились на соответствующее g. То же самое можно делать со встроенными функциями. Я взял выражение x, умноженное на y, и функцию mol заменил на функцию et. Но это, я бы сказал, извращение. В нормальной жизни так делать, конечно, не стоит. Ну и заменять можно не только на такую вот абстрактную функцию, но и на конкретную функцию, которая определена при помощи div. Вот я в частности определил функцию g, которая просто свой аргумент возводит в квадрат. Был у меня кто был? Был у меня исходно f от x плюс f от y. И поскольку f заменил на вот такое вот g, я получил x квадрат плюс y квадрат. К сожалению, аппарат подстановок в 7p, в общем-то, отнюдь не столь развит, как, скажем, в системе математика. Но кое-что там есть. Вот можно, например, определить функцию, не функцию, переменную, как вилдкарт, то есть как произвольную величину. Точно так же, как символ или функшн, существует такая вещь, как вилд, вайлд, наверное, которая вызывается от строки имени этой вайлдкарт и присваивается переменной a. И вот, если я взял то же самое выражение f от x, а, ну не то же самое, другое, f от x плюс f от x плюс y, и в нем заменил f от a на a квадрат, где a произвольно, то я получил, соответственно, x квадрат плюс x плюс y в квадрате. Можно и более умные вещи делать. Вот здесь я написал выражение f от x плюс f от x y, а хочу заменить f от a где a произвольно на a квадрат. Это означает, что f от двух одинаковых аргументов будет заменяться, а от двух разных не будет. Поэтому первое из них заменилось на a квадрат, второе не заменилось, а так и осталось f от x y. Это как бы тривиальность, мы такую вещь уже делали где-то в начале. Но вот опять же, к некоторому сожалению, вот такая подстановка, скажем, не срабатывает, то, что здесь мы имеем произведение вот четырех сомножителей, я хочу заменить произведение вот этих двух сомножителей на некий z, а тут нету произведения двух сомножителей, тут есть мол с четырьмя аргументами, то есть мол с двумя аргументами, которые здесь слева стоят, в нем не находятся. Вот математика бы такую подстановку сделала, 7p такую подстановку не делает, можно с этим в какой-то степени бороться, но, в общем, сложно. Ладно, я думаю, что про подстановки на этом и кончу. Еще 7p позволяет строить графики. Опять же, мы уже долго проходили построение графиков в numpy. В чем же разница? Разница в том, что здесь я строю график выражения. Вот я задал выражение, я не строю заранее таблицу. Ну, numpy на самом деле графики строит очень тупо. Я должен сам построить здоровую таблицу значений y, соответствующих этим значениям x, которые очень густо расположены, и построить. То есть разбиение оси x я задаю руками. А если функция где-то меняется очень быстро, а где-то медленно, то более выгодно делать адаптивное разбиение, более густо разбивать там, где это необходимо. Ну, и вот 7p, поскольку он умеет анализировать поведение функций, делает адаптивное разбиение, то есть я нигде не говорю, что я вот этот свой отрезок поделил, скажем, на 100 частей. Я даже не знаю, как его 7p поделил внутри, но вероятно адаптивно. Но я могу дальше строить несколько графиков, цвета тоже можно задавать, только я, честно говоря, сейчас не помню как. Прочие разновидности графиков надо проимпортировать из 7p плотинг, они автоматически не импортируются. Вот это вот параметрический график. То есть все очень знакомые примеры, которые мы смотрели, но в данном случае нигде не надо задавать самому вручную деление, скажем, по оси х или что-нибудь в этом роде. Вот это поверхность. Поскольку здесь она в отдельном окошке, я могу ее повертеть, полюбоваться на нее со всех сторон. Вот, скажем, можно на одном графике несколько поверхностей построить. Эй, стой. Несколько поверхностей. А, это я его чересчур растяну. Ну, ладно. Куда я его делал? Параметрическая кривая. Параметрическая кривая, которую тоже можно повертеть мышкой. И, скажем, параметрическая поверхность. Параметрическая поверхность, которую тоже можно вертеть как угодно. Это вот бублик такой какой-то построен. Ладно. Ну, ладно. На этом мы и кончим про СМП. То есть, вот, ну, резюме некая состоит в том, что СМП, в общем, в некоторых отношениях менее мощная система, чем, скажем, математика. Ну, во-первых, она полностью свободна вместе с сорсами. Вы их можете изучать, улучшать и так далее. Во-вторых, ее, ну, вот, для общения с ней не нужно изучать какой-то отдельный язык, достаточно языка питона, поэтому она легко интегрируется с каким-то большим проектом, написанным на питоне. Ну, вот, в общем, есть свои плюсы и свои минусы, как обычно. Ну, все, значит, на сегодня все. То есть, я думаю, что у нас будет две лекции еще, следующая и после следующей недели. На этом мы прекратим это. в общем, вы в общем, вы уже в общем, как вы